Украинская страна По семи населенным пунктам прилегающих к ним районам было выпущено 3 мины калибром 120 мм и 10 мин калибром 82 мм. На Мариупольском направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, также вооружение БМП БТРов и стрелковое оружие. По двум населенным пунктам прилегающих к ним районам выпущен 1 снаряд артиллерии с калибром 152 мм, 6 танковых снарядов, 6 мин калибром 120 мм и 8 мин калибром 82 мм. На Горловском направлении противник обстрелил населенную путь Зайцева из вооружения БМП, также рантометов и стрелкового оружия. Отмечаются несогласованные действия подразделений вооруженных сил Украины и боевиков террористической организации «Правый сектор», действующих в их зонах ответственности. В частности, 30 августа командир одного из подразделений украинских националистов, недовольных временным запретом Украинской войны команды на открытие огня и дислоцирующихся в городе Курахово, принял решение на проведение очередной провокации, не согласав его здесь с командованием АТО. Группа боевиков «Правого сектора» попыталась незаметно проникнуть в серую зону южнее населенного путьа Маренко. Однако, еще на подходе к ней, украинские военнослужаи приняли эту группу националистов за диверсантов противника, но это за нас. После чего под ним был открыт огонь из минометов калибром 82 мм. В результате один боевик уничтожен, четверо получили ранения. Ранены были доставлены в Кураховскую городскую больницу и в 66-й мобильный военный госпиталь в городе Красновмейск. По данному факту, штабом АТО проводится разбирательство. По имеющейся у нас информации, украинское военное командование совместно с СБУ готовит ряд силовых мер в отношении неподконтрольных боевиков «Правого сектора». Военнослужащим ДНР, находящимся в районе Ленинского соприкосновения, стали приходить смс-ки с призывом к участникам АТО выйти на митинг 5-6 сентября. Нам стало известно о том, что командование Национальной гвардии получило приказ вывести часть подразделений зоны АТО для поддержания порядка в Киеве во время митингов у здания Верховной Рады. В целях недопущения провокации массовых беспорядков подразделениям Национальной гвардии разрешено применять оружие без предупреждения в отношении лиц, грубо нарушающих общественный порядок. Продолжение следует...